Добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию представителей и коллегий адвокатов Харьковской области по поводу взрыва машины адвоката Александра Шадрина. Сегодня наши спикеры Виктория Гайворонская, директор регионального центра оказания бесплатной вторичной правовой помощи в Харьковской области. Людмила Блухачева, глава квалификационно-дисциплинарной комиссии. Иван Невинный, член комитета по защите прав и гарантии адвокатской деятельности при Совете адвокатов Харьковской области. Добрый вечер. Пожалуйста, Виктория, вам слово. Доброго вечера. Сегодня мы бы хотели поговорить о неможливестве отодожнения адвоката с его клиентом. На жаль, то, что происходит сегодня, непрепустимым. До Ради адвокатов Харьковской области, до Центру знадания бесплатной вторичной правовой помощи, звертаются адвокаты и говорят о том, что когда они приходят выполнять свой профессиональный обязатель, сгідно с законом Украины про адвокатуру и адвокатскую деятельность, иногда, чьи то их клиенты, чьи то противолежные стороны, чьи то стороны звинувачения, звинувачують и отодожнюють адвоката с его клиентом. И такие случаи не поодинокими. Вчора, всім відомо із засобів масової информации, невідомі люди вчинили злочин. Вони вчинили злочин, за який, на мій погляд, повинні будуть понести покарання. Тому що майно адвоката, як і майно будь-якої особи, не припустимо, на мій погляд, а чи то підпалювати, чи то знишкоджувати будь-яким іншим засобам. На жаль, нам відомі такі ситуації, це вже не поодинокий випадок, коли адвокатам підпалюють автівки. В нас в тому році також, на жаль, у одного адвоката згоріло авто. Після того, як було підпалено авто, протилежна сторона по цивільній справі, на жаль, погрожувала і подальшому адвокату. І не тільки погрожувала, але навіть і вдарив її адвоката протилежна сторона. І згідно вироку Ленінського суду, така сторона понесла справедливе на наш погляд покарання. В серпні 2015 року такому людині було визнано його винним у нанесенні телесних пошкоджень адвокату. І вирок 3,5 роки реального відбуття покарання. В апеляційному суді також оскаржувався даний вирок, особи стосовно якого цей вирок винесен. І вирок залишився в силі. Я хочу звернути увагу на те, що професія адвоката, вона є достатньо публічною професією. І відомості про адвоката на сьогоднішній день, згідно приписів Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, внесені до єдиного реєстру адвокатів України. І ці відомості можна побачити на сайті Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України. Є реєстр і стосовно кожного адвоката, за прізвищем адвоката, за номером його свідоцтва, за місцем його роботи, можна знайти певну інформацію, певні відомості. І сьогодні адвокатура, як ніколи, дбає саме про престиж, про підвищення професійної адвокатської майстерності. І мені дуже, мабуть, радісно відчувати себе адвокатом сьогодення, тому що після прийняття нового Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, в той же час було прийнято і Закон України про безоплатну правову допомогу, адвокатура виходить на новий рівень. Сьогодні ми всі знаємо, що згідно приписів Кримінального процесуального кодексу, кожна людина з моменту затримання має право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто, як тільки людину затримано, людина просить захисту. І держава на сьогоднішній день такий захист кожному забезпечує. І на мій погляд, що саме за рівнем ставлення держави до сторони захисту, за рівнем ставлення до конкретного адвоката в державі, і формується взагалі розуміння, чи правова ця держава сьогодні чи ні. І на мій погляд, саме гарантія адвокатської діяльності, дотримання усіма цих гарантій, є і тим основним напрямком, за яким повинна сьогодні країна розвиватися. Бо адвокат, як лікар, до адвоката приходять також з болью, до лікаря приходять з болью фізичною, а до адвоката приходять з теми проблемами, які відбулися у житті людини. І адвокат не має такого права дивитися чи то на расу, чи то на політичні якісь убеждення, ні на що. Він зобов'язаний допомогти людині усіми законними методами. І на сьогоднішній день саме харківська адвокатура, на мій погляд, дуже з цим справляється. Стосовно того, як стають адвокатами, тобто кваліфікаційні вимоги і дисциплінарна відповідальність, на мій погляд, достатньо гарно розкаже нам голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Голхачова Людміла Яківна. Я, мабуть, передам їй слово. Доброго вечера. Доброго вечера, уважаємоє собрання. Поскольку я являюсь председателем кваліфікаційно-дисциплінарной комісії адвокатурой Харківської області, то, конечно же, я расскажу вам о том, що путь к тому, щоб иметь право займати адвокатській деяцією, звичайно, що права адвокатів на сьогоднішній день, безусловно, розширені, якщо ми будемо сравнівати їх з правами, які були предусмотрені кодексом 91-го року, так вот, путь к тому, щоб иметь право займати адвокатській деяцією, це сьогодні, безусловно, усложнен. Усложнен, і, на мій взгляд, це дуже правильно, тому що адвокатська професія, це професія престижна, це професія, в якій дозволі займати достойний чоловік, грамотний чоловік, професіонально підготовленний чоловік. Я немножечко внесу поправочку. Нас сказали о том, що ми представляємо Харківську областну колегію адвокатів, це німечко неверно. Харківська областна колегія адвокатів – це та організація, яка зуществувала до іздання закона об адвокатурі адвокатської діяльності, а зараз це об'єднення адвокатське. Ми представляємо всю адвокатуру Харківської області, всіх адвокатів Харківської області, яких більше, чем 1,5 тисячі. Так вот, квалифікаційно-дисциплінарна комісія адвокатурі Харківської області состоїть із двох палат. Я немножечко вам об цьому скажу, для того, щоб у присутніших, які не адвокатами, ималось представлення о том, як чоловік, юрист може стати адвокатом. Квалифікаційно-дисциплінарна комісія адвокатурі состоїть із двох палат. Одна із них, задача одной із них, є приєм квалифікаційного екзамена, то є приходить юрист з двохлетнім стажем, який здає екзамены. І в комісії, яка ці екзамены, приїмають квалифікаційної, знающі, професіоналі, адвокаті, наші колеги. І вже після сдачі цього екзамена, здавший його, дійсно пройти стажіровку, і тільки після цього після ціху на право занятий адвокатській діяльності. Вісокі требування і к діяльності адвоката. І в тому чому, якщо адвокат нарушає закон об адвокатурі і об адвокатській діяльності, лібо правила адвокатській діяльності, які теж регулирують поведення адвоката в професії, тоді наступає дисциплінарна відповідальність. Для цього у нас є дисциплінарна палата, яка розсматриває жалоби на адвоката, і в случае совершення дисциплінарного проступка налагає на нього дисциплінарне взыскання. Тобто адвокатська діяльності – це непростая діяльності, яка требує і знань, і определенного поведення, і определенной етики і соблюдення всіх цих правил. Тому це з однією, а з іншої сторони, безусловно, права адвоката не можуть бути нарушені, і в случае їх нарушення, опять-таки, мерами, предусмотреними законом, і Совет адвоката в Харківській області, який є, существує, дійснює і активне, встаєт на захисту прав адвоката. Вот, собственно, цьому сьогодні наша встреча і посвящена. Спасибо. Пожалуйста, Іван Невинний, вам слово. Здравствуйте, уважаємі гости. Мене звути Невинний Іван Іванович. Я являюсь главою секції оперативного реагування Комитету по защите прав і гарантий адвокатської деятельності при Совете адвоката в Харківській області. К сожалению, ми винуждені признати, що адвокати, які призвали защіщати права і інтереси граждан, самі фактично нуждається в її захисті. Вони дуже багаточисленні случаи, коли адвокат просто не може реалізувати, прежде всего, те гарантии, які дає йому господарство по защите прав человека. Кроме цього, нарушаються також і права самого адвоката. У адвоката є таке поняття, як адвокатська тайна, коли він дає какую-либо квалифіцірованну допомогу, і дуже часто цю інформацію також пытаються отримують для себе і сотрудники правоохранительних органів. Також у адвоката є офіс, де він займається своєю адвокатською діяльністью, в якому однозначно присутсує далеко не нескільки документів, касаюся якихось юридических фірм, документів по оказанню правовой допомоги. І, опять-таки, дуже велик соблазн на правоохранительних органах получить цю інформацію. Для того, щоб защищати права адвокатів і гарантиї їх діяльності, при совете адвокатів Харківської області був создан комітет. В цьому комітеті существують 4 определенні профільні секції. Перша секція – це секція оперативного реагування. Тобто сюди входять, як правило, і помощники-адвокати, які в кратчайші сроки, як тільки приходить інформація о том, що нарушаються права адвоката, де-то проходит обыск, де-то проходит задержання, тут же виїжджають на місце события для того, щоб прежде фіксувати і не допустити нарушення прав, які гарантирують, прежде всього, як Конституцію, так і закон об адвокатію, адвокатська діяльності. Хочеться отметити то, що обязательно при проведенні обыску у адвоката, прежде всього, це должно бути надлежаще оформлено. Непосредственно, дозволюю подавати ходатайство, прежде всього, прокурор регіона, либо генеральна прокуратура, і обязательно об цих мероприятиях должны уведомляться представители рады адвоката данного регіона. І, к сожалению, опять-таки, я возвращаюсь, дуже часто це все нарушається. Що ж касається, опять возвращаемся к Комитету, то Комитет приїжджає фактически первым, як тільки получає цю інформацію, і непосредственно він первым старається відстаивати права адвоката в случае їх нарушення. Среди Комитетів також у нас є Комитет нормативно-аналитичній діяльності. Очень часто адвокаты обращаються по поводу нарушення їх прав. Кто-то достигає в защите своих прав определенних результатів, все це вместе кодифицирується, собирається вместе, создавається аналитична база, котря нам позволяє більше качественно защищати наші права і наших колег. Кроме того, є також секція правового представительства. Це адвокати, помощники адвоката, які непосредственно приїмають також участь в судебних засіданнях. Я б хотів вам розповідати на одному із примерів, що проводився непосредственно обыск у адвоката, і було з'ято незаконно імущество. Імущество – це був компьютер, інша техніка, яка содержит інформацію всіх вас, всіх клієнтів, які обращаються к адвокату. Це і персональні данні, це що-то може касатися і личної життя, ті факту, які ви ні в коїм случае не хочете кому-либо розлашати. Ви приходите к адвокату, ви доверяєте. І адвокату, опять-таки, приходиться також і відставити цей факт, для того, щоб оставити всю вашу личну життя, всі ваші проблеми тільки між вами. І данна секція також приймала участь і в защите, і залишились і жалоби, і обращення, і достаточно, я вам скажу, секція дійсує успішно. Кроме того, я б хотів також обратити увагу, що є у нас секція по общению с связями по СМІ. Це, дорогі наші ви гости. Чому ця секція, скажімо так, є для нас однією з основних. Як правило, адвокат, крім себе, але не захищен. Государство, к сожалению, зараз смотрит достаточно невнимально в отноші нарушення наших прав. Тільки лише благодаря вас, вам, тільки лише благодаря вашій роботи, вашим оперативним действиям ми можемо осуществити, так сказати, відповідати огласку, дійсно, от цих проблем, які у нас є. І ми також призываем і вас к сотрудничеству, тому що, повірте, слухи бывають достатньо інтересними. Слухи бывають, які дійсно требують определенного огласки і внимання об'язвленості. І тільки благодаря вам ми можемо цього достичь. Тільки в наших рухах тільки два правових інструмента, які ми можемо пользоваться. Це законодателіство, котре, к сожалению, виконується і соблюдається далеко не завжди. І також ви, котре позволяєте нам обнародувати і об'ратити внимание об'язвлення общественності на данну проблему. Що ж касається дальше комітету, то в комітете на данный момент насчитывається порядка 48 человек. Це, як вже говорилось, і адвокати, і помощники адвокатів, всі желаючі, які хочуть принять участие в защите данних, в защите інтересів адвоката, подають заявлення, получають удостоверення комітету. І деяківність це фактично на нашому альтруїзму. Ми хочемо захищати себе, государство нам це гарантирує, і ми стремимося все-таки цим займатися. Действительно, правильно сказала Викторія Валентиновна, сейчас прецедентів по поводу отстаивання прав адвокатов достаточно мало. То есть я имею в виду те моменты, коли данные дела доходять до своего логического конца. Фактически в реестрі судебних решений практически нет обвинительних приговоров в отношении нарушений права адвокатской деятельности. А ведь, по сути, Уголовний кодекс предусматривает не только препятствование законной деятельности адвоката, которое проявляется в нарушении его гарантии прав, а так же і імущество адвоката, сем'я адвоката охраняється законом, здоров'я адвоката охраняється законом. Даже угрозы в отношении адвоката это тоже уголовно-наказуемое деяние. Всегда, когда адвокат оказывает юридическую помощь, будет какая-то одна сторона, которая недовольна. Потому что адвокат, оказывая помощь, всегда является, стоит на стороне какого-либо одного человека. Соответственно, вторая сторона совершенно недовольна решением. И в ход идут для того, чтобы препятствовать деятельности адвоката абсолютно разные методы. Вот непосредственно сегодняшняя тема как раз и была затронута в отношении нашего коллеги Александра Шадрина. Пострадало его транспортное средство. Поверьте, это достаточно частые бывают такие ситуации для того, чтобы оказать на адвоката какое-либо психологическое давление. Соответственно, адвокат, уже понимая, что причинен вред его здоров'ю, его собственности, опасается, что может быть причинен вред и также его здоров'ю, и его семье. Семья для каждого из нас является фактически святою. Вот таким вот образом психологически воздействуя на адвоката, ему намного сложнее осуществлять более качественно свои права и свои гарантии. паузы, я сейчас, я дальше немножко продолжу. Я предлагаю, коллеги, я предлагаю, давайте вы закончите то, что вы хотели сказать. у нас дальше будет, да, у нас будут вопросы, комментарии, пожалуйста, давайте просто, ну, как бы, слушать друг друга, задавать вопросы, отвечать, так далее, пожалуйста. у нас так не делается, мы всем предоставляем слово, поэтому давайте просто... В принципе, я тогда постараюсь, ну, фактически закончить более, взять сжато, несмотря на то, что адвокат фактически является одной из сторон какого-либо производства, но мнение и отношение, скажем так, взять коллег, вот, а коллеги, это у нас, ну, мы берем всех юристов, это судьи, прокуроры, многие сотрудники милиции, которые имеют высшее юридическое образование, и, как правило, это следователи, они относятся достаточно, ну, так, сложно сказать, нельзя сказать, что это негативно, они просто никак относятся. К этому подтверждение наличия, как минимум, несколько уголовных производств, которые есть в прокуратуре Харьковской области. До создания Национального бюро расследований, который предусмотрен в Уголовно-процессуальном кодексе 2012 года, по которому мы сейчас фактически мы все работаем, данная обязанность лежит на следователях областных прокуратур. И на данный момент находится несколько уголовных производств в отношении, как правило, это сотрудников милиции, которые непосредственно и препятствуют деятельности адвокату. Однако эти дела фактически стоят на месте. Однозначно нужно сказать, конечно, и слава благодарности судам, которые позволяют более качественнее отстаивать соответствующий с Ном-Уголовно-процессуальным кодексом права адвокатов. Почему? Потому что фактически каких-либо механизмов воздействия на органы прокуратуры на органы прокуратуры с правовой точки зрения отсутствуют. И прокуратура просто закрывает эти производства. Адвокат обращается в суд, обжалывает, снова закрывается, и так происходит просто без конца. Достаточно, в принципе, много информации интересной могу вам рассказать, но для того, чтобы дать вам возможность, может быть, задать какие-то интересующие вас вопросы кому-то из коллег. Может быть, у нас здесь как раз присутствует непосредственно Александр Шадрин. Может быть, к нему вопросы? Да, пожалуйста, давайте поднимаем руку. Вопрос, я даю микрофон. Задавайте. Деденко Иван, Громадская самооборона. У меня несколько вопросов, я постараюсь побыстрее. Ну, первый вопрос, я так понимаю, что Комитет защиты права адвокатов помогает всем адвокатам, да? Обязательно. Вот, соответственно, я хотел узнать по случаю на Лебединской 3 взрывоофиса, была ли оказана какая-нибудь помощь? Следующий вопрос, это уже по поводу чистоты использования своих возможностей адвокатов, например, право ли мощно оставлять в своей машине дела, особенно, если на следующий день будет суд, и, соответственно, после взрыва машины переносится суд на два месяца. Спасибо, я прошу ответить на два вопроса. Адвокат Александр Шадрин, город Харьков. По поводу взрыва, ну, дело в том, что есть совершение вообще преступлений против адвоката. Понимаете, вот вы правильно спросили по поводу офиса, если дела оставлять в офисе, можно сжечь офис, если дела оставлять дома, можно сжечь дом. Если, то есть, банки тоже, мы знаем, грабят банковские ячейки, на любую защиту всегда, если поставить цель, можно найти какие-то меры противодействия. Я хотел вспомнить вам тяжело. Давайте формат вопроса приедем, пожалуйста. Дело в том, что обществу, нашему обществу нужно, дело не в том, что адвокат, хотя это тоже тема... Я прошу, пожалуйста, давайте, никто же вам не замучит, лучше сейчас говорить, пожалуйста, Обществу нужно соблюдать закон, нужно соблюдать Конституцию, Конвенцию защиты прав человека от основных свобод. Если мы научимся уважать друг друга, если мы будем уважительно относиться к правам других людей, к праве собственности, к чести, достоинству, у нас исчезнут эти проблемы в принципе, и дело не в том, адвокат это или не адвокат, или любой. По городу также масса поджогов автомобилей других категорий граждан, и предпринимателей, и работников правоохранительных органов. Если общество считает, что они могут таким образом добиться чего-либо, я считаю, это недостойные цели, недостойные средства для достижения каких-либо целей. Поэтому то, что это связано с адвокатом. Позвольте, я, может быть, тоже немножко продолжу в данном случае. Я хочу обратить ваше внимание, что прежде всего в Конституции предусмотрено право на защиту будь кого. Неважно, нравится нам этот человек или не нравится, мы адвокаты, мы прежде всего выполняем наш адвокатский долг. Мы давали присягу, и мы этой присяге служим. Нравится вам человек, не нравится, кто угодно имеет право на правую помощь. Ведь, между прочим, каждый, я уверен, что со мной согласится, и это прописано в законе, что человек может считаться виновным только после обвинительного приговора суда. А это действительно нужно доказать. Нельзя сказать, все, ты виновен. Есть как за, есть так и против. У нас на данный момент процент оправдательных приговоров достаточно невелик, но он опять-таки растет. Между прочим, я хочу вам также обратить внимание, что Александр, и благодаря одному из него, действительно, вот этот процент увеличивается. Александр действительно хороший специалист, и он пользуется их хорошим авторитетным мнением среди своих коллег. То, что он защищает людей, которые, может быть, кому-то не нравятся, вы поймите, это его долг, как врач. Врач, когда стоит перед пациентом, и пациент попадает на операционный стол, врач не говорит, друг, ты мне не нравишься, я не буду тебя лечить, умирай. Так и адвокат точно так же. Правильно заметила также Виктория Валентиновна, адвокат не может отказать данной правовой помощи. Поэтому мы призываем вас и просим прежде всего действительно относиться к уважению к адвокатам, потому что, на мой взгляд, адвокаты это те немногие, которые, не в зависимости от вашего положения, кто вы есть, осуществляют вам правовую помощь. И во многом зависит это все-таки от адвоката ваша жизнь. Спасибо. Пожалуйста. У вас есть вопрос, комментарий, я подойду, дам вам микрофон. Представляйтесь и ваш вопрос. Толмачева, пострадавшая в деле теракта 22 февраля 2015 года. Вы сказали, что случай, который вчера произошел, является давлением на и связан с адвокатской профессиональной деятельностью адвоката Шадрина. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас факты, подтверждающие то, что произошло, это является действиями какой-то другой стороны, которые связаны с его адвокатской деятельностью на сегодняшний момент. Я хочу задать вопрос не адвокату Шадрину, а, извините, Викторией Гайворонской. На сегодняшний день факты того, кто винен, будут встановить правоохоронные органы. Саме они наделены на сегодняшний день державой такими повноважениями. И саме от расследования, саме от того, как спрацуют эксперты, от того, как спрацуют милиции. И саме от этого зависит, кто будет винен в этой справе. На жаль, мы с вами знаем, что достаточно много справ на сегодня, они не раскрыты. И я очень бы не хотела, чтобы то, что произошло вчера, было бы не раскрыто. Хотелось бы, чтобы наши правоохоронные органы установили, кто виновен, с какой причиной, с какого привода происходят. Единое, хочу зазначити, з залу про новая информация, что все залежит от сумы гонорару, саме Александр Сергеевич, это тот адвокат, который из первых прошел конкурс по надению безоплатной вторинной правовой допомоги. И саме Шадрин с центром надения безоплатной вторинной правовой допомоги уклав угоду. И он працює, насколько мне известно, может, у него еще есть другие клиенты, но один из клиентов, с которыми он сповпрацует, это государство. Он за государственные деньги надает правовую помощь гражданам, которые задержаны. У нас нема и мы не повноважені на то, чтобы собирать будь-якие доказы. У нас нема ані доказов, чтобы сказать за, ані доказов, чтобы спростовать. Мы державою и законом не наделены такими функциями. И сегодня мы говорим про то, что произошел злочин. Злочин стосовно людини, а людина является адвокатом. Я хотел бы уточнить, что в нас информации нема, чьи повязано, чи не повязано. Я хотел бы уточнить, что на график судебных заседаний это не повлияло ни на два месяца, а следующее второе, значит, когда были неприятности у патриотов Украины, у правого сектора, их задерживали в административном порядке, я также выезжал и качественно оказывал правую помощь этим гражданам, вне зависимости от речи риморской ситуации. У меня много обращений от воинов АТО, то есть дела, связанные с сепаратизмом и терроризмом, они составляют, ну, может, 3% моего общего количества дел. Обстановная масса это обычные граждане, каждый имеет право на правую помощь адвоката, каждый получает, поэтому смысл каждому рано или поздно может понадобиться помощь адвоката, ничего в этом постыдного нет, поэтому нужно с уважением относиться к этой профессии. Я бы хотел обратить внимание на себя, ваши возгласы, ваши реплики, ваши крики, можно ли оценивать это давление на адвоката в данном случае, или нет? Трабачу и Виталий грамотика самооборона. Можно говорить о том, что вас не переслушают. Можно закончить, да, и следующий будет вопрос, я отвечу в рамках. Кому из вас хватит смелости действительно проводить такую защиту? В любом случае, человек имеет право, и был бы это не Александр, это был бы другой адвокат. А вы знаете, что он участвовал, либо не участвовал? Давайте не будем прием если все зададут вопрос, пожалуйста, представьтесь в вашу вопрос. Трабачу и Виталий грамотика самооборона. Вот вы только что все-таки рассказывали, кто может быть адвокатом. Называли столько достойных качеств, наверное, действительно среди этих качеств нету такого качества, неряшливость или еще что-то. Вот вы не ответили на вопрос по поводу того, что оставлять документы в машине. Я не видел, честно, я мало может знаком с адвокатами, но я уверен, что даже вы все портфельчик свой с документами всегда носите с собой и забираете. На мой взгляд, ответ... Вы закончили? могу? Нет. Вот такая вот версия ваша, ваша версия, сопоставимо, может, лучше было бы придумать, чтобы прилетели марсиане и забрали с машины документы. Это более правдоподобнее было бы. Скажите, в чем вопрос? Вопрос, опять же, еще раз повторю, не было ответа на вопрос по поводу того, что как вы можете документы хранить в машине? На мой взгляд, в принципе, Александр ответил на данный вопрос. Кто-то услышал, кто-то услышал ответ. Объясняю почему еще раз, если никто не услышал. Каждый человек имеет право рассчитывать на то, что его собственность неприкосновенна. Хранить адвокат действительно в машине, сгорела машина, в квартире, квартира сгорела. Есть такое понятие в уголовном правде как виктимное поведение. Если бы действительно автомобиль стоял с открытыми окнами или лежали документы, это одно дело. А так как адвокат имеет, как и каждый человек, надеется то, что его собственность нерушима, как и вы, точно так же документы могут и пропадают постоянно. С помощью код-граберов подбирают, сигнализацию открывают, вытаскивают документы, барсетки, деньги. Такие случаи не удивляют совершенно. Коротко отвечу по сути вопроса. Адвокаты тоже люди. На жаль, я таки выпадаю. Коротко отвечу по сути вопроса. Адвокату не запрещено хранить документы в своем личном транспорте. Это первое. Второе. Связано ли это с адвокатской деятельностью? Да, я считаю. Потому что есть данные уже сегодня можно об этом сказать, что перед поджогом автомобиль был разграблен. В частности, был извлечен. Ну, это не вам давать оценку. Народ дает оценку. Заплачусь, ваши, наверное, оценки. Юрий Лихота, Харьковская хунта. У меня вопрос к сидящим за столом представителям, я не запомнил название вашей адвокатской, скажем так, организации. Вот вы говорите, да, что вот адвокатом сжигают машины, у вас есть, но с другой стороны, у вас есть там связь, средства информации, информация. Вот до этого поджога очень много в городе сжигалось машин, патриотов. Вот, то есть вы ждали, пока начнут сжигать машины, может, надо было раньше поднять этот вопрос, чтобы просто, не рассматривали, вот почему вы все время адвокат? Это просто, для начала он гражданин Украины, такие же гражданин, как и остальные. Вот, у меня вопрос, чтобы вы понимали, сколько раз вы выступали, какие-то, может быть, публикации делали, вот до этого, по, ну, вообще, то есть по беспорядкам, по избиениям людей, вот опять же, я понял, позвольте, я отвечу на вашу вопрос. Я не знаю, знает меня кто-нибудь здесь из зала присутствующих, кроме как адвоката, зовут меня Невинный Иван Иванович. Я очень тесно сотрудничаю с ребятами из дорожного контроля Харьков. Я думаю, после этих слов у вас пропадет вопрос, насколько мы поднимаем все эти темы и интересы людей, которых все это касается. Я хочу звернуть увагу, что на початку пресс-конференции я зазначила, что непропустимое шкоджение будь-якої властности. И автівка, я не сказала, что адвоката, я сказала, что, по-перше, это человек, и сгорел автомобиль человека. Я хочу вам зазначити, что до меня, как до адвоката, как до директора Центра с наданной безоплатной вторинной правовой допомоги, неодноразово зверталися люди, в которых была ситуация аналогична с Александром. И я, как адвокат, надавала певні консультації. Я с людьми приезжала до ре-витділу, мы писали певні заяви. И на мой взгляд, очень сегодня необходимо самым громаде, самым людям обратить внимание на непропустимость таких ситуаций. Иногда, когда проходишь по улице, ты бачишь, что людина щось таке робить, не то, что нужно ей делать. Иногда мы бачим пакеты, которые оставят, и не знали, что в этих пакетах. На мой взгляд, нам очень нужно сегодня собираться и строить разом страну. Потому что, как говорят, мы шагнем в Европу, шагнуть в Европу не возможно. каждый, 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 начать с себя, и каждый, самым с себя должен начать. И поважать один, 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 как на мой взгляд, это очень важно. Нам, знаете, просто треба подивитися иначе на життя. И жити не доказу, что я самый умный, я самый грамотный. А треба, на мой взгляд, сьогодні розуміти, что ты є частиною державы. И если ты будешь рухаться в том направлении, в котором это нужно державе, то держава, мабуть, будет действительно европейской державой. Алина Шульга, я вопрос. Я вам відповіла, что я кожного разу, коли до меня звертались люди, на жаль, я не могу сказать, але це більше ста звернень громадян, в яких було пошкоджено. Вопрос. Юрій, я спросил, сколько ваша организация собирала таких же прес-конференций? Наша организация действительно выступала и в засобах массовой информации. На сегодняшний день у меня нет, на жаль, под рукою статистики, но каждого из среди при Раде адвокатов Харківской области чергуют адвокаты, которые дают бесплатную правовую помощь. Не только те категории громадян, которые имеют право законом на дать бесплатную вторинную правовую помощь, а будь-якие участники АТО, переселенцы, и будь-якие громадяни до нас вертаются, и мы всегда консультацию надаём. В разе, если есть возможность, конкретно кількість я не могу сьогодні назвать, но и прес-конференции были, и выступы в засобах массовой информации были. На ютубе вы можете загуглить и подивиться, сколько выступов было от адвокатской спільноты стосовно неприпущения тех дій, которые сегодня есть в нашей стране. И мы сами наполягаем на том, чтобы все... Вопрос. Алина Шульга, медиапроект «Накипело». У меня очень короткий вопрос к Александру. Поступали ли вам угрозы? Если да, то с чем они были связаны? И подтверждёнными. Конкретные угрозы с конкретной формулировкой и с конкретными требованиями мне не поступали. Спасибо. Сергей Быстров, громадский дияч, доброволец. Я сейчас услышал позицию тех людей, вы защищаете... То есть вы адвокаты, вы живёте в мирном обществе, пытаетесь те действия, которые сейчас происходят на востоке Украины, как-то сопоставить и оправдать теми мирными законами, которые описались точно для мирного времени, и мирное понятие граждан, ну вот, мирное понимание, понимание мирной жизни. Вы пытаетесь защищать сепаратистов, ну я не буду говорить, там, вы правильно сказали, не называть людьми, там, сепаратистами или террористами, имеет право только суд. Ну, те люди, которые подозреваются в сепаратизме и терроризме мирными какими-то категориями. Я вот хочу обратиться сейчас к Александру. Я как доброволец чётко знаю, когда я вернулся с зоны АТО и попал сюда, в город, я знаю точно, что тут у нас город, в Харьков, неоднозначный. И всегда есть разные настроения. Я на себе всегда ощущал, что я, как был на войне, так и остался. Вам задавали вопрос по поводу того, что вы оставили документы там в машине. Я точно знаю, что мою машину, моя машина и всё, что связано со мной, всегда это повышенный, ну, под повышенным риском. Потому что риск точно есть не только моему имуществу и мне. И вы, как человек, который там защищаете, тут вот вы призываете к тому, чтобы не отождествляли вас с обвиняемыми, но иногда ваша позиция выходит, ну, я не буду сейчас, правда, мало времени там сейчас философствовать по поводу адвокатской этики, но у многих, вы слышите сами, но у многих вопрос. Так вот, вопрос у меня. Когда-то перед Новым годом ваш, ну, звезда адвокатуры господин Добровинский сказал, ну, там, гонорар, ну, что вы хотите пожелать своим, ну, там, друзьям перед Новым годом? Он говорит, в Новый год чудесный праздник, говорит, и, говорит, могут произойти не только хорошие чудеса, говорит. Говорит, хочу сказать золотое правило адвоката. Гонорар не гонорея, заплати его скорее, свяжитесь со своим адвокатом и решите все вопросы. У меня были всегда интересы, просто я тоже периодически сталкиваюсь с адвокатами, я прекрасно понимаю, что вы тратите кучу времени, вы этим зарабатываете деньги. Так вот, мой вопрос. По поводу финансирования этого всего. Сейчас в интернете появилась информация, что вот, что между вами, адвокатами, которые участвуют в этом, защищая террористов, там, появились какие-то недопонимания, скажем так, по поводу того, что кому-то больше попадает денег, кому-то меньше попадает денег. Не считаете ли вы, что вот это вот, то, что произошло с вашей машиной, есть как раз следствие всех этих недопониманий? И может быть это как раз конкретная провокация ваших заказчиков, непосредственных заказчиков, не те, которые сидят, а те, которые платят деньги, для того, чтобы скомпрометировать сейчас весь этот процесс и показать давление на суд. Спасибо. Вы знаете, нет какой-то отдельной организации, которая защищает какую-то отдельную категорию людей. Каждый клиент, если у него есть деньги на адвоката, он идет, или его родственники, защищают его интересы договора по оказанию правой помощи. Если денег нет, он может заявить ходатайство. Он назначен ему адвоката по требованию, и адвокат будет предоставлен за счет государства. По поводу, поэтому никаких там между коллегами разногласий по этому вопросу нет и быть не может. Каждый сам выбирает себя адвоката, который ему нравится. Второе. Зона риска. На моем, с клиентами, у меня, как правило, у клиентов никаких претензий нет к моей деятельности. В том числе нет претензий у клиента по делу Дворца спорта, где было уничтожено или похищено дело с материалами. Там не было каких-то… Это были в основном копии каких-то процессуальных документов, которые очень легко восстановить. Поэтому какую цель преследовали люди, неизвестно. Если у вас есть какие-то… Вы, насколько я помню, не являетесь клиентом моим. Поэтому я не понимаю, почему столько граждан так обеспокоены тем, что там пропали какие-то или уничтожены какие-то документы. Поэтому я не вижу… Я скажу… В этом аспекте я не вижу проблем. Я прокомментирую ваш ответ. Почему люди так недовольны? Я еще раз скажу, я сказал это в своих комментариях. Потому что вы пытаетесь мирными категориями судить тех людей, которые привели сюда войну в той именно в виде. И тут сидят те люди, которые непосредственно потеряли своих близких в городе Харькове благодаря вашим клиентам. Вы понимаете, в чем все дело? Я не хочу сейчас затравить адвокатскую… Во-первых, во-первых, по большинству этих дел, которые озвучиваются, участие защитника обязательно по закону. Даже если их не буду я защищать, будет защищать другой адвокат. В любом… Без этого невозможно их осуществить, там вынести приговор по их делам. Что связано, что именно делали, это будет уже устанавливать суд в конкретном случае, если доказательства этому подтверждающие и так далее. Это обычный процесс, и мы заинтересованы в том, чтобы… Само общество заинтересовано в том, и государство заинтересовано в том, чтобы процессы эти были справедливыми. Что значит справедливыми? Чтобы человеку, каждому человеку, любому… Сейчас пошла масса уголовных производств против тех же воинов АТО. Они тоже заинтересованы, чтобы, если у них будут какие-то неприятности, тоже получали качественную правовую помощь. – Скажите, а на одной чаше весов у вас стоит, тех, кто взрывал, и воины АТО? Это у вас одинаково? – Дело в том, что воин АТО тоже может, находясь в зоне боевых действий, что-то взорвать. Потому что ему, например, дал такой приказ начальник. – Он защищает. – Он защищает. – Нет, 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 нет. Вот вы сейчас правильно говорите. Вот вы сами осознаете, что нельзя тех людей, которых на войне, судить по этим законам. Понимаете? У нас нет еще… – Это тоже проблема, и адвокаты… – Вы знаете, как адвокаты, знаете, кучу пролег в нашем законодательстве, которые позволяют быть объективным в оценке этих деятелей. – Я извиняюсь, смотрите, есть вот… – Двух слов. Когда людей принимали за подготовку теракта, а сейчас адвокаты, которые там… – Вы знаете, все там вопросы, как адвокаты общаются с судьями, ну, суть нынешней судейской системы, пытаются этих людей сказать, а что они сделали? Они же ничего не сделали. Вы понимаете, в чем все дело? А эти люди могли взорвать. – Вот именно, вы правы, могли. Прежде всего, граждане заинтересованы, чтобы наказание понес именно тот, кто действительно виноват, а не тот, кто… – Секунду, тот, кто виноват. Давайте представим ситуацию. Как бы вы отнеслись, если бы наших сограждан, которые защищают нашу Родину, судили бы, скажем, со другой стороны, со стороны агрессора, со стороны России? – Я знаю, это примерно, наверное, Надежда Савченко. – Совершенно верно. Вы бы хотели бы, чтобы ей действительно давалась квалифицированная юридическая правовая помощь и защищались ее интересы? – Я помню, я отвечаю как раз там Марком Фрейзиным и там остальными адвокатами. – А вот представьте, какое давление на него осуществляет общество. – Разница в другом. Вы не можете понять одно. Надежду Савченко задержали на том и обессуде, совершенно не за то, что она совершила. Есть куча подтверждений и благодаря адвокатам это доказывают. Эти люди были приняты у нас в городе и тут сидят люди, которые пострадали. Вы понимаете, в чем все дело? Потеряете вы своего близкого где-то там в каком-то теракте. Я посмотрю, изменится ваша адвокатская позиция или все-таки гражданская позиция превысит адвокатскую, ну, клятву адвоката или как вы там называете? Вот в чем вся разница. Я хочу вам сказать, что иногда, когда представляешь интересы гражданина и вбивцы, и насильника, и того, кто вчинив ДТП, на жаль, адвокат – это такая профессия, когда ты должен сидеть в этом суде. Я хочу вам сказать, что я работала в группе, что реформирование законодательства, которое регулирую на сегодняшний день. Все эти вопросы, которые мы сегодня поговорим, на жаль, в нашей стране писались законы тогда, когда никто не понимал, что вообще может быть война в Украине. И, на жаль, и статус отримания участника АТО – это было на певном этапе проблемой. И квалификация. На жаль, не каждый с этим стискался, но те батальоны, которые были организованы с метою захищать, на жаль, передняя квалификация была как ОПГ. И сколько мы работали и в группах, и с депутатами. И именно благодаря адвокатам, которые не дают бесплатную вторую правовую помощь, формировалась та правовая позиция, которая на сегодняшний день уже нами написана, и она уже лежит в Верховной Раде. И именно сегодня, на мой взгляд, очень важно, чтобы именно те законы, которые действительно должны быть, чтобы не было квалификаций для тех людей, которые действительно шли, и внутри они защищали государство. И они не понимали тогда, они тогда не обратили внимание, какую бумажку нужно отримать. Они понимали, что там есть семьи, там есть женщины и дети. И они шли и делали то, что, знаете, за покликом души. И на мой взгляд, саме сегодня задача и депутатам Верховной Ради, и адвокатам, а я очень благодарна адвокатам Харьковской области, потому что они надают ту практику судовую, и саме за прикладами их работы, и Александр сидит, и Иван, и Артем сидит, и Ильхан. И вот эти адвокаты, которые действительно формуют ту правовую позицию, которые на сегодняшний день и в Центр правовой допомоги передают певную практику, и до Ради адвокатов, и комитет на своих заседаниях формуют. И мы все это передаем. И я вижу, что тут есть представники громадских организаций, то я вважаю, было бы очень корисным нам поспевпрацювати, потому что до вас приходят хлопцы, которые вернулись. Валерия Гусарова, помощник адвоката «Мороз и партнеры». Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а комитет ваш финансируется за чей счет? Ну, изначально комитет создавался, по сути, за, опять-таки, наши же собственные деньги. Только сейчас, благодаря тому, что на последнем собрании адвокатов, благодаря Виктории Валентиной, нам выделили хоть небольшую часть денег, хотя бы для покупки определенных технических средств, которые мы можем использовать для защиты права адвокатов. До этого, фактически, все это просто альтруизм. Незаработные платы, выкатываем бензин свой, камеры свои, защищаемся точно так же, как можем. Спасибо. А чье все-таки финансирование? Еще раз. Финансирование? Еще раз. Если... Нет. Вопрос, я так понимаю, был по поводу комитета по защите прав адвокатов. Что касается по поводу финансирования, я так понимаю, комитета. Это вопрос им был именно по поводу комитета. Комитет относится, я же говорю, с уважением и защищает интересы всех адвокатов. Никто не финансирует, сами адвокаты финансуют СБ. Если не слышали, сами. За свой счет бензин, за свой счет техника. Комментарии органов адвокатского самоправления финансируются за счет средств адвокатских взносов. И я, как адвокат, финансируюсь за счет средств адвокатского объединения, которые получают незначительную часть от дел по требованию. А остальные средства исключительно это средства наших клиентов, либо их родственников. Спасибо. Пожалуйста, Машин. Друзья мои, я являюсь председателем союза ветеранов СБУ в Харьковской области Чесноков Александр Иванович. Прежде чем задать вопрос, я вам скажу, что по нашей информации в СБУ и в Генеральной прокуратуре в ЕРДР внесено порядка 170 дел. Поэтому вот я слушаю вас. У вас какая-то злоба. Вот я одно не пойму. Злоба к адвокатам. Сказать. Я честно скажу, что я хочу комитету сказать большое спасибо. Я их, честно говоря, никого не знаю. Но следующее. Подождите, подождите. Но я скажу одно. Когда я видел их в работе. То есть я знаю их постолько-посколько. Радуйтесь. Меня? Меня видели? Вы меня видеть не могли. А на какой стороне вы должны? Вы сегодня хотите разжечь войну? Ну, вот я сегодня смотрю на вас, да? Вы нам вопросы даете? Нет, я смотрю на вас. Я, вот послушайте. Ну вот и жуйте. И жуйте, и что угодно делайте. Извините, пожалуйста. У меня вопрос один. Задавайте вопрос. У меня вопрос один. Первый. Первый. Скажите, пожалуйста. Какие у вас есть рычаги для того, чтобы отстаивать адвокатов? А не потому, что на них нападать? Вы, спасибо вам, что вы сегодня еще находитесь на этом месте и защищаете людей, которые... Ну, совершил кто-то какой-то акт неправомерный. А их защищать надо? Нет. Их не надо защищать. Тогда, знаете что, давайте вас сейчас выйдут, изнасилуют, и никто вас защищать не будет. Или вы радуетесь, что вас изнасилуют? Ну, радуйтесь этому. Вопрос поняли? Да, давайте я отвечу на вопрос. Какие инструменты защиты? Давайте я отвечу на вопрос непосредственно. Я могу сказать так. Рычагов у нас никаких нет. У нас есть только один инструмент, и этот инструмент закон. За рамки этого инструмента мы выходить просто не можем. Поэтому мы фактически сами себя защищаем настолько, насколько мы можем. Воздействовать на кого-то как-то, на чьи-то интересы, рычагов у нас нет. Если бы эти рычаги были, я думаю, наверное, была бы действительно большая практика и большая статистика там, где защищают действительно и доводят до логического завершения, когда адвокат отстаивает свои права. Но, к сожалению, случаи просто единичные. С нарядом адвоката есть аркуш, паперу и умение отстаивать свои права и знания закону. А давайте по очереди, пожалуйста. А давайте по очереди. Нет, нет. Мы так не будем делать. Пожалуйста. Конечно, не будем. Потому что, если вы хотите задать вопрос, вы поднимаете руку и задаете. Но только по очереди. Пожалуйста. Ермолаева Ирина, представитель грамматской организации «Мистер Харьков». Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас и всех проукраинская позиция, я надеюсь. Потому что защищаете вы не совсем проукраинских людей. Поэтому в связи с этим у меня вопрос. К вам наверняка, кроме террористов, обращались наверняка проукраински настроенные ребята. Так вот, когда к вам приходит человек проукраински настроенный террорист, чем вы руководствуетесь? Совестью своей и проукраински настроенными какими-то этими или гонораром? И вот вопрос, если можно, ко всему. Я очень благодарна, что я родилась именно в Украине. И на мой взгляд, там, где ты родился, там, где есть твоя родина, то есть твоя родина. И я очень благодарна, что могу говорить именно этой спевучей нашей государственной мовой. И на мой взгляд, адвокат должен быть только одним в своей деятельности. Он должен керуваться законом, не зваживая, кто до него обратится. Чи то жертва от любого злочина, чи сам злочинец, который совершил этот злочин. На жаль, это наш обязанность. И иногда, когда ты идешь до криминальной дела, ты борешься с внутренними почувствами. На начале своей адвокатской деятельности в меня были и дела о насильстве. И были такие дела, что до насильства детей. И я вам очень хочу сказать, что это очень больно, понимать то, что скояв злочинец, который сидит рядом с тобой. И не так просто найти те слова, которыми его защитить. Но это наша профессия. И патологоанатом тоже... А если у вас есть ребенка, вы тоже будете защищать насильника своего ребенка, скажите? А если лекарь патологоанатом, он должен делать свою работу. Эксперт, который выезжает на трупы, должен делать свою работу. Слечий, который выезжает на трупы, он также должен взять аркуш и описать место подии. Это тоже его работа. И именно сегодня мы говорим о том, что нужно понимать нелегкий труд адвоката и не ототожнювать его. Если адвокат защищает насильника, это не значит, что адвокат сам является насильником. Он лишь выполняет ту функцию, которая закреплена в Конституции Украины стосовно него. А внутренние его переконания – это его проблема. Если ты справишься с внутренними переконаниями, ты працешь адвокатом. Если у тебя какой-то дисбаланс, ты або не берешь криминальных справ взагалі, будь ласка, практикуй по цивильным справам, по господарчим, по адміністративным. И никто не заперечует сегодня сменить адвокатскую профессию на профессию, на любую другую другую. То есть, або человек погодится, она прагнет до профессии и працет в профессии, и выполняет, не зваживши от переконаний, любых релігийных поглядей щодо державности. Это не имеет значения для адвоката. Для адвоката має значение, чи действительно верно квалифицировано, чи есть доказы, чи эти доказы есть оспорюванными. Если они оспорюваны, то адвокат оспорюет. Он берет и выставки специалистов, и экспертизы анализирует. И он делает эту процессуальную функцию, которая указана в Криминально-процессуальном кодексе. Позвольте, пожалуйста, вопрос был обращен к нам, ко всем, поэтому я тоже позволю себе на него ответить. Тезисно. Первое. Все мы, присутствующие в этом зале, мы все украинцы. Граждане Украины. Первое. Второе. Все мы... Поправка принимается. Все мы в своей профессии, в своей деятельности руководствуемся законами Украины. Все мы, все мы, будучи гражданами Украины, обязаны соблюдать законы Украины. И мне очень хочется сказать, вот здесь прозвучала такая реплика, там, если вашего ребенка, упаси Господи. Ну, некорректный вопрос абсолютно. В соответствии с законом Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, у адвоката есть обязанности, есть права. Обязанности, приняв на себя защиту, осуществлять ее качественно, и право, в общем-то, по большому счету, делать выбор. Принимать мне дело или не принимать. Это мое гражданское, даже уже не адвокатское такое право. И мне очень хочется сказать аудитории одну фразу. Адвокат не оправдывает. Адвокат осуществляет защиту. Он помогает суду разобраться. Совершал человек преступление, либо не совершал. Но никак не предпринимает действия для того, чтобы оправдать преступника. Оправдательный приговор, вынесение оправдательного приговора и принятие решения о том, что он не виновен, это прерогатива не адвоката. Это прерогатива суда. Позвольте, я также продолжу отвечу на этот вопрос. Я украинец. Я родился в этой стране. Я здесь живу. Я ее люблю. Я за нее точно так же болею, как каждый из вас. И очень достаточно болезненно отношусь ко всем этим новостям с восточной нашей стороны. И тоже болею, переживаю за каждую смерть. Я мечтаю, чтобы у нас наконец война закончилась. Я хочу обратить ваше внимание, что в органах адвокатуры проводились даже специальные семинары и курсы для повышения квалификации, для оказания помощи атошникам. И эта помощь давалась бесплатно. Кроме того, продолжаю отвечать на ваш вопрос непосредственно. Если придет какой-то настроенный человек против Украины и будет консультироваться у адвоката, расскажи мне, как нарушить закон, там взорвать, чтобы избежать, адвокат его консультировать не будет. Но я вам скажу и больше. Даже если придет и гражданин Украины с таким же вопросом, как убить или что-то, и избежать закон, адвокат тоже консультировать это не будет. Я хочу, знаете, открыть невеличку таємницю, коли стали затримувати певну категорію осіб, про яких ви сейчас все говорите, адвокати зібрались і кажуть, а может ми не будемо їх захищати? И мы проаналізовали, что тогда будет. Если адвокат не будет захищать, суд не сможет вынести вироку. И они взагалі не понесут любого покарания. То есть центр не выполняет своей функции, и у нас будут проблемы певного рода. И сама та особа, яка будет извинувачиваться и будет порушено право на захист, в ней не будет адвоката. То в ней не будет вироку. И особа взагалі не понесена покарания. И тогда мы обговорили это вопрос. И в рабочем порядке адвокаты не дают правовую допомогу усім. За питанням. Вопрос к Людмиле Глухачёвой. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то ответственность у адвоката за фактическую утерю документов? И в связи с тем случаем, который был, будет ли вынесена квалификационная комиссия какое-то замечание или какие-то действия сделаны в отношении адвоката Шадрина, который фактически потерял документы по делу, досье? Спасибо. Ну, прежде всего, мне хочется сказать о том, что о том, что документы утеряны, я вот слышу на этом собрании. Он вчера сам заявил в интервью. Адвокат Шадрин вчера сам заявил в интервью, что были... Я верю, я верю тому, что вы говорите. Я просто говорю о том, что я как руководитель этой организации, я впервые слышу о том, что документы утеряны. Это первое. Второе. Утеря адвокатского... То есть адвокатское досье – это документы, которые, собственно, принадлежат адвокату и никому другому. И то, что им утрачены его же документы, копии каких-то там записей или чего-то, это, собственно, адвоката проблема. Это осложнит ему жизнь, а не кому-то другому. Я не знаю, что именно было в этом досье, но думаю, что там, да, видимо, ваши записи, там какие-то ксерокопии, ну что еще может быть в адвокатском досье. Значит, если кто-то сочтет, что эта утеря, утрата документов была умышленная со стороны адвоката, что это было сделано для того, чтобы, предположим, навредить какой-то другой стороне. Ну, во-первых, сам факт умышленной утраты документов для того, чтобы повлечь какие-то негативные последствия – это предмет расследования. Мы... В принципе, существует какая-то ответственность? Нет, я вам хочу сказать, мы, вот, организация, которая называется квалификационной дисциплинарной комиссией адвокатуры, мы расследованием не занимаемся. Мы занимаемся только вопросами, связанными с нарушением адвокатов законом об адвокатуре адвокатской деятельности и правил адвокатской этики. И эти нарушения, безусловно, влекут за собой дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание в виде предупреждения при остановлении адвокатской деятельности, как самое строгое лишение права на занятие адвокатской деятельности. Ну, какие-то такие литвы и решения в отношении адвоката Шадрин? Еще раз возвращаюсь к самому началу. Мы должны располагать сведениями о том, что Шадрин умышленно утратил эти документы для того, чтобы навредить чему-то и кому-то. У меня таких сведений нет в организации. Я так понимаю, прежде всего, наверное, должен клиент, которому он предоставил... Заинтересованное лицо, которое обратится к нам и скажет, что мы располагаем сведениями, что Шадрин умышленно утратил документы для того-то, для того-то, для того-то, значит, это будет предметом рассмотрения дисциплинарной палаты. Я... Еще, пожалуйста, три вопроса сейчас, комментарии Шадрина, Александра Шадрина, три вопроса, и мы будем заканчивать. Потому что уже больше часа, я думаю, все устали и многое обсуждено. Коротко отвечу по сути вопроса. Может, я врежу сам себе, но вы имеете право обратиться в компубликационную дисциплинарную комиссию адвокатуры. И она рассмотрит, примет решение по вашему обращению. Волков Олег, Громадского арта Харків. У меня будет такое короткое запитание до всех адвокатов, тут присутних. Скажите, будь ласка, чи ведоми вам результати экспортиз? Насколько я знаю про эту подъю с новин, а сама там АТН и інши, то... Извините, можно сразу попросить уточнить, каких экспертиз? Ну, экспертиз будь-яких техничных. По какому делу? Вы сделали, выяснили, что там был. А у вас есть... По какому делу? Каких? По этой, выяснили, что... Машину... Да, нам зараз власть. Таких полы. Разумеете? А на там был замкнение, провильник, что-то іншим. Скажите, будь ласка, чи елась... Вы сказали, что вы в своей деятельности опируете законами, экспортизами и так и установите. Вот есть у вас... Может, у вас власно вы работали незалежную экспортизу? Насколько я чувствовал с новым, с новым, вот сам Ирину Дрос, речника Дзержинского РВД, она сказала, что будет проведена экспортиза и установлена. Пока не знала причина, чего замерилася в того адвоката Шадрина. Понимаете? Чи есть у вас неякость экспортизи? На данный момент, я так понимаю, однозначно у меня нету, я так понимаю, у коллег этой информации тоже нету. Как правило, экспертиза проводится далеко не за один, не за два, не за три, не за четыре дня. Что же касается... Я объясняю вам, да, отвечаю дальше на вопрос. Что же касается непосредственно... Это не выставок, это мнение. Мнение, которое позволяет, скажем так, основываться на определенном опыте. На определенном опыте адвоката, который сталкивался либо с подобными делами, либо еще что-то. Например, как я видел по видео, я не приезжал на место. Достаточно на большое расстояние от автомобиля были разбросаны стекла, зеркало и так далее. То есть данные, как правило, я не говорю, что обязательно, а как правило, характерны именно как раз признаком после взрыва. Все что угодно может быть. Скажите, пожалуйста, но вы не замовляли никакой экспертизы, то что она проводила? Я думаю, это правильнее у Александра спросить. Этой информацией я не владею. Насколько мне известно, экспертизы еще не окончены. По поводу того, что был взрыв, мне известно, что есть показания очевидцев, которые слышали этот взрыв. Это первое. И второе, действительно, то есть лобовое стекло было на значительном расстоянии от машины, люк был на значительном расстоянии от машины. То есть разброс осколков, также картина происшествия. Экспертизы действительно нет. Все эти версии, я надеюсь, будут экспертом до нас соответствующая сценка, что именно произошло. Я вас прошу заметить, что именно речь идет о взрыве. Причиной может быть уже все что угодно. Это может быть и гранаты, и ГБО, да все что угодно. Но речь идет именно о факте-то взрыва, и не более. Но доказательства у вас, то есть экспертиза, нет, есть только определенное наше мнение. Действительно, еще зарану говорите саму причину. Просто название пресс-конференции звучало как взрыв, то есть взрыв машины, то есть мы тоже описываясь, что мы не связываем. Вот, смотрите, шановые, тут мои коллеги, мои побратимы зауваживали, что вот чему-то я так, может, я не помогу вас, я понимаю, что и это у людини сталася, у особи сталася такая подъя. Звісно, это шкода, это неприпустимо, но вы чему-то не скликали конференции, когда говорили наши автомобили. Но я маю на увазе моих побратимых, разумею. И когда взрывалась автовавилья комбата Слобожанщины, вы не скликали конференцию. А вы вызывали? Я вам скажу, вы вызывали конференцию, вы обращались? Я вам скажу, достаточно много. Комбат Слобожанщины, он бы скликал конференцию, говорили, что до сих пор виновных не наказали, не порушены на справочнике. Так давайте, давайте вместе искать. Вот в том-то и проблема, вот для этого адвокаты. Я вам говорю, вот для этого как раз и нужны адвокаты, чтобы оказывать такую помощь и доказывать и помогать вам. А вы уже сделали выставку. Нет, сегодня я хочу сказать, что безспирно есть факт того, что автовка пошкоджена. Пошкоджена. Про то, что действительно у вас есть приклади, что действительно оно не расследовано належным чином. Бо на сегодняшний день, насколько я зрозумела из ваших слов, не покарано жодну особу за то, что у людини сгорела машина. Я вважаю, что у нас есть спильный интерес. И давайте сосредоедуемо свои усилия. Вы с своей стороны, мы с своей стороны. На мой взгляд, единственное, что должно быть в результате, чтобы каждая людина, которая вчинила злочин, вона должна нести ответственность. Шармона, ну, припустимо, таку подъю. От я иду по улице и бачу, як якась, чи декілька, ну, а якщо одна людина зрозуміла, я их завожу физично. Там повяжу, там, я ось покажу на землю, буду чекати, буду чекати, буду чекати, буду чекати, а я буду чекати, а я декілька, я ж один, я ж не смогу з ними фізично справиться. Але ви зможете зателефонувати і на 102, і є урядові лінії. Я зафіксую це, я можу до вас, от сказати, от дивися, прийти до вас, от, саме до вас. Да, я вам саме допоможу скласти певну заяву до правоохоронних органів. Да, і неспосредственно ви, як очевидец, можете бути заявителем. Адвокат вам как раз поможет правильно это все оформить і максимум собрать доказательства. Про такі випадки дуже важливо своєчасно повідомляти, щоб ви бачите, що щось кується. Не може все фіксувати, так? Так, так, так. Тобто ніхто, ні президент, ні поліцейський, ніхто не може мені завадити і казати, що я приватна особа, а ти не можеш мене. Совершенно верно. Смотрите, я також хочу обратити ваше внимание, що... На що я можу посилатися? На яку норму? Смотрите, прежде всего предусматривает у нас як Конституція України, так і закон об інформації, свободний збор інформації любими доступними і удобними способами. Сама по себе інформація о преступлении, а в частности, даже если це касається со стороны правоохоронних органів, це не може бути скрытой інформацією. Куратко, коментарий. Очень хорошо, що поднята ця тема, і я считаю, що представники всіх професій повинні як-то інституалізуватися. І у баталіону Слобожанщини должен бути свій профсоюз, який би активно захищався, знову пресс-конференцію в случае возникновения каких-то ситуацій. Вот, сталкиваясь з поджогами, я, кстати, знаю я случай по акваріні, там, наскільки я помню, сиділа даже жена з ребенком, з малолетним, і чудом осталась жива. Це дуже спеціфічна категория дел, які требують тщательного розслідування. А у нас зараз, к сожалению, і правоохоронні органів, ми знаємо, требують дальнішого ріформування. У нас следователь відділа поліції, відділа поліції, він розслідує від краж там в дачних доміках, сковородок, до заказних убийців даже. Тобто, нету какой-то спеціалізації. Вот этот следователь розслідує, і він повищає свою кваліфікацію именно по поджогам машин. Вот этот следует розслідує, там, убийство, існасилування. Вот этот следует... Ну, то есть, очень плохая матеріально-техніческая база. То есть, эти вопросы нужно поднимать. Безусловно, эти тяжкі преступления должны эффективно і качественно розслідуватися. Капитанський, последний вопрос, може? Сейчас. Дякую, секунду. Ну, во-первых, скажем так, я хочу... Да, Головков Олег, адвокат 2005-го года. Во-первых, огромное спасибо реально комитету, который направлен на защиту прав адвокатов. Это здесь, я на самом деле прошу отметить, это, ну, огромная работа. И реально спасибо всем, ребятам, которые в этом участвуют. У вас є реальне достиження, реальне, ну, скажем так, пусть не победы, но результаты. Результаты, я тут недостойно. И поверьте мне, что мы все граждане Украины, даже не адвокаты, мы должны быть благодарны, что вы существуете, что вы делаете свое благородное дело. Почему? Потому что это сказывается на эффективности защиты прав нас с вами. Это первый тезис. Второй тезис, значит, что я хотел сказать. Мне очень неприятен тот огромный негатив, который сегодня вот здесь прозвучал в адрес адвокатуры. На самом деле, на самом деле, если брать формальную сторону, адвокат не в праве отказать человеку в помощи. Первый. Но я хочу сказать, что я считаю, что вы сегодня сами спровоцировали этот негатив. И я объясню почему. Вот мой тезис. Дело в том, что сегодняшняя пресс-конференция, которую я узнал за 30 или 40 минут до начала, буквально в звонке, и слава богу, что был в городе, мне было очень интересно, а что же прозвучит. Так вот, я хочу сказать свое удивление самим фактом данной пресс-конференции по поводу того, что адвокату взорвали автомобиль. У нас с вами нет фактажа. Обвинять в том, что кто-то таким образом пытается оказать давление на адвоката, то в данном случае это обвинение с ваших уст звучит в адрес из прокуратуры и СБУ. Ну и суда, да, кто еще? Нет, еще потерпевший их адвокат. Я, кстати, адвокат этой же потерпевшей стороны. Потерпевшей стороны. Да, ну и милиция. То есть до того, как у нас есть какие-либо факты, вы созываете пресс-конференцию. Удивительно. Раз. Второе. Мне удивительно. Допустим, когда 26 сентября прошлого года ко мне в офис летел гранатометр. Так вот, пресс-конференции не было. Не было никакой реакции со стороны Рады адвокатов. На самом деле, скажу сразу, я не обращался. Не обращался, не просил, потому что, как мне на следующий день дошла информация, извините, один из наших великих руководителей Национальной ассоциации адвокатов сказал, что это личная проблема Головкова. Серьезно. Вот просто не хочу называть фамилию, но поверьте мне. После этого я не обращался. Нам скажите, а как мы без вашего желания можем влазить к вам в помощь? Не надо. Вот я и говорю, не надо. А что будет еще хуже? Не-не-не. Почему хуже? Мы не можем отказать, коллеги. Мы заинтересованы в защите. На следующий день был отчет харьковских партизан о том, что они сделали, как сделали и кому сделали. Поэтому, когда я увидел, мне говорят, что, ребята, будет пресс-конференция по поводу взрыва автомобиля, адвоката о недопустимости давления, неудивительно эта тема. Я считаю, что тот негатив, который... Получается, это конкретно, что он на... Тот негатив, который сегодня прозвучал в адрес адвокатуры, ну, извините, господа, вы сами его спровоцировали. Мое субъективное мнение. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это все? Ну, позанятный вопрос, да? Как вот это вообще вся вот эта вода, что вот это, и для чего это все? Адвокатов, конечно, нужно защищать. Но как это вообще повлияет на... Мы видим, что, ну, адвокаты не дадут солгать. Дело по Дворцу спорта, оно очень сложное, там очень много потерпевших, очень много материалов дела. И оно очень быстро, в сравнении с остальными делами, очень быстро оно проходит. То есть мы уже допросили всех свидетелей обвинения, всех потерпевших, практически, ну, сейчас 6, изучили 6 томов материалов дела. Очень плотный график по этому делу. По сравнению, в сравнении с иными делами, я могу сказать, оно, продвижение по нему идет гораздо быстрее, чем по всем остальным того же Фрунзенского районного суда города Харькова. Суд, потеря документов, я надеюсь, негативно не отразится на защите моего клиента. График судебных заседаний остался тот же. Суд не стал там давать еще там 2 месяца, как кто-то говорил, на восстановление этого два подсхода седа. То есть продолжаем в привычном графике. Спасибо. Будем за... Нет. Ну, пожалуйста. Ну, давайте. Ну, просто вместо 1, 10. Ну, вопрос, наверное, Виктории Гайбаронской. То есть данная пресс-конференция состоялась благодаря тому, что адвокат Шадрин обратился к вам, и вы созвали пресс-конференцию. Так совпало. У нас вчера было запланировано заседание комитета по захисту прав адвокатов, и рассматривался не только вопрос Шадрина, но и другие вопросы рассматривались. И было принято решение обратиться, и чтобы нам помогли журналисты собрать пресс-конференцию, и обговорить этот вопрос. Просто, вот знаете, совпало, в тот же день было и заседание комитету. И комитет принял решение о недопустимости. Почему? Потому что мы вчера обсуждали и вопросы, связанные, когда адвокатов вызывают в качестве свидетелей на допросы. К сожалению, сейчас что делают правоохранительные органы? Тогда, когда активно работает группа адвокатов по конкретному делу, для того, чтобы запугать адвокатов, сбить их с толку, следственные органы придумывают какой-либо предлог и начинают вызывать адвокатов в качестве свидетелей допрашивать по конкретным делам. На наш взгляд, это есть тоже недопустимым. И мы вот вчера как раз говорили о невозможности отождествления клиентов с адвокатами. И в связи с этим, то есть, Шадрин, конечно же, это один из элементов, который повлиял на нашу просьбу собрать пресс-конференцию, но это один из предлогов собрать пресс-конференцию. Один из предлогов, да. Позвольте я вам... Нет, его обращения о созывании пресс-конференции не было. Было его обращение в комитет, чтобы комитет ему каким-либо образом помог. Я прошу вас, да. Совершенно верно. Да, я вас прошу обратить внимание, что фактически мы нашу встречу начали не конкретно с Александра. Вот. Я, например, по поводу сегодняшнего мероприятия точно так же узнал буквально, ну, может быть, от силы за час. Я не знал даже ни темы, ничего. Но, по сути, мне как бы тема не волновала, мне была четко направленность. Речь идет о защите прав адвоката. И я, как представитель комитета, сегодня здесь присутствую. Вы можете действительно проверить эту информацию. У нас каждый в последний вторник месяца собирается комитет. И вчера проходило заседание по адресу Полтавский шлях 9 в помещении Совета адвокатов Харьковской области. И там поднимались далеко не только эти вопросы. И просто действительно так совпало, что и Александр. И мы, скажем так, мы какими-то сверхправами, помимо того, какими обладает адвокат, мы не обладаем, мы не правоохранительные органы. Одним из решений, насколько мы можем помочь, как бы действительно собрать эту пресс-конференцию, которая, думаю, интересно будет действительно и вам услышать ответ на наболевшие для вас вопросы. Так и нам высказать свою точку зрения и постараться, чтобы нас точно так же поняли вы. Так, так. Дякую. Дякую, шаново товариство, что зібрались тут. Меня зовут Абдулаев Ильхан, я теж адвокат, член комитета. Взагалі-то, ми зібралися не стільки с приводу адвоката Шадрина, а також, что касается патріотизма, дозвольте, будь ласка, буквально вчера, в вечере, стосовно троих адвокатів, пана Корбана, Геннадія, я думаю, всі, тут, шаново товариство, его знают, и думаю, что никто тут не будет сперечататься, что это патріотом Украины, так? Ну, так вот. Ну, так вот. Это не вопрос, шаново. Послушайте, пожалуйста. Саме стосовно адвокатів пана Корбана, вчера, слідчим Виктория Валентиновна Киева, и генеральна прокуратура, тобто прокурором генеральна прокуратура было открыто криминальное проведение, ну, абсолютно надуманных вопросов, саме с этой метою, чтобы усунуть этих адвокатов от защиты пана Корбана. И я хочу значить, что у нас есть комитет не только в Харьковской области, комитет есть в Киеве, и взагаля по Украине, и самая позиция адвокатов, как в Харьковской области, из этого вопроса, так и адвокатов Киевской области, поспрояло тому, что станом на сегодня, насколько я не помиляюсь, это, ну, взагалі, генерное криминальное проведение было закрыто стосовно адвокатов пана Корбана. Я хочу зазначити, что есть разные факты, и если мы говорим, что у нас есть адвокаты, которые, на думку вашу, мабуть, защищают каких-то сепаратистов, и стосовно них какие-то порушения, то я хочу сказать, что не только стосовно этих адвокатов и в любом случае эти генерные явления, пожалуйста, мы должны их выкореневать. Спасибо. Спасибо большое всем участникам. От себя коротко добавлю, диалог всегда лучше, чем его отсутствие.